Максим Зарецкий Глава первая Огромное раскаленное солнце достигло зенита, а его меньший двойник еще не коснулся горизонта, зависнув над далеким горным кряжем. Сегодня, несмотря на палящий зной в городе темной звезды, начались первые в этом году торги на невольничьем рынке. Столь знаменательное событие, как обычно, сопровождалось небывалыми торжествами и праздниками, привлекая в город толпы людей. Работорговцы всех мастей стремились сюда в поисках молодых и сильных рабов, которых можно было приобрести за половину, а то и за треть стоимости. Купцы всех гибдий торопились сбыть свой товар, а зевак манили зрелищем. Естественно, многие кланы и секты также изъявили желание поучаствовать в столь грандиозных торжествах, тем более, что рабский труд широко использовался в местных эрундовых и серебряных шахтах. Не стало исключением в этом и секта повелителя Сумерек. Сегодня ее представители активно шастали по всему рынку, высматривая разных рабов для одной только им известной цели. Люди, преимущественно одетые в темные бесформенные балахоны, в один момент наводнили торговые ряды. В отличие от прошлых лет, секта отправила на торги на порядок больше своих представителей. Такое необычное поведение не укрылось от других великих сил города темной звезды. Все они с настороженностью следили за действиями членов повелителя Сумерек. «И все-таки, что задумали сумеречные госпожа Блу? Как вы считаете? Только посмотрите на то, с каким рвением они скупают рабов», – сказал мужчина в черном, обращаясь к своей молодой спутнице. Они как раз и являлись одними из множества наблюдателей, которых направили следить за сегодняшним необычным поведением секты. Напарница мужчины, стройная девушка со светлыми волосами, пожалуй, изящными плечами и слегка на хмуре в брови ответила. «Кто знает, несколько недель назад мы потеряли связь со всеми нашими информаторами из секты. У меня создается ощущение, что сейчас она, похоже, готовится к чему-то крупному. Возможно, всему виной та проклятая пещера, которую они недавно нашли и исследуют». «Ух, у меня плохие предчувствия, не случилось бы беды», – проворчал в ответ мужчина, вспоминая некоторые рассказы разведчиков о загадочной пещере. «Не беспокойся насчет пещеры, старейшины присматривают за входом, и если им покажется что-то странным, они тут же доложат главе». Уверенный ответ девушки немного успокоил мужчину. Он кивнул в знак согласия и продолжил наблюдать за суетливыми действиями представителей секты. Время шло, на рынок все прибывали покупатели. Даже для столь крупного поселения, как город темной звезды, такое количество людей являлось редкостью. Между тем, в вольере с самыми слабыми и малоценными рабами пришел в себя после длительного обморока молодой человек. Первые секунды он никак не мог понять, где находится, не понимающий осматриваясь. Лишь спустя несколько мгновений, когда память вернулась, в его глазах появился еле заметный отблеск отчаяния. Внешность юного раба со стороны казалась совершенно непримечательной, а из всех отличительных признаков можно было назвать разве что татуировку в виде одной толстой полоски, перечеркивающей предплечье. Грязные короткие волосы и худощавое телосложение делали его похожим на нищего из любой подворотни города темной звезды. Молодой человек некоторое время смотрел на проходящих мимо рабского вольера людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, торговцев и обывателей. Как юноша не старался рассмотреть лиц проходящих, не получалось. Точно это были какие-то тени или призраки. Постепенно из глаз молодого человека начало пропадать отчаяние, и ему на смену пришло безразличное спокойствие. За время рабства парень отлично приучил себя усилием воли прогонять отчаяние из сердца. По-другому выжить здесь было нельзя. Перестань пожирать глазами покупателей. От этого ничего не изменится, а плетьми огреют. Старик, сидящий около молодого человека, протянул ему чеплашку с мутной теплой водой. А вот выпей, а то полдня провалялся без сознания. Говорил я тебе, незачем упрямиться и выводить Гре. Не так же просто тот получил назначение старшего надсмотрщика. «Знаю, но я все еще с трудом понимаю, чего хочет этот толстяк», – ответил молодой человек и приложился к чеплашке, одним махом выпив ее содержимое. Гнилой запах протухшей и грязной воды ударил в нос, а желудок почти сразу скрутило судорогой. Чудом удержавшись от рвоты, юноша постарался успокоить взбунтовавшийся организм. «У Грет три полоски и почти создал четвертую. Теперь ему достаточно просто ударить тебя, чтобы убить на месте. Так что постарайся не излить нашего поводыря», – посоветовал старик. Парень, все еще борясь с рвотным рефлексом, утвердительно кивнул в ответ. Молодого человека звали Сонг. Этим именем его наградил старик, что сейчас сидел возле него. Сам Сонг мало что знал о своем прошлом. Первым воспоминанием юноши стала пустыня. Как он брел по ней, можно сказать, без единой мысли в голове. Просто шел вперед, не разбирая дороги. В какой-то момент проходящий мимо караван работорговцев заметил бредущего по пустыне одинокого подростка. Надо ли говорить, что работорговцы, обнаружив полуживого человека без роду и племени в пустыне, не стали проходить мимо. Так Сонг из бродяги попал в рабы. Вот только на этом его злоключения не заканчивались. Татуировка властителя, главное, мерила силы и предмет гордости многих воинов в мире боевых искусств, оказалась у парня на крайне низком уровне. Старик как-то обмолвился, что впервые за свою жизнь увидел такую татуировку властителя у человека возраста Сонга. Всего одна полоса. На вопрос, почему так произошло, старик лишь пожал плечами. Возможно, родители юноши никогда не занимались его развитием, или у него просто отсутствовал талант к боевым искусствам. В последнем случае, это ставило на молодом человеке настоящее клеймо. Естественно, текущее развитие всего в одну полоску резко уменьшало ценность Сонга как раба. Именно потому он и оказался в загоне со слабыми людьми, а будущее юноши, как считалось, будет безрадостным. Правда, вскоре обнаружилось, что парень обучен грамоте, а значит, умел читать и писать. Но это мало волновало работорговцев. Для них Сонг как раб все так же оставался бесполезен. Со слов старика, наиболее вероятный вариант событий был таким, что их купят какие-нибудь алхимики или мастера, специализирующиеся на техниках смерти, для своих исследований. В лучшем случае слабые рабы могли рассчитывать на рудники какого-то клана или секты. Когда Сонг подумал о своем будущем, где-то глубоко внутри его души начало зреть чувство невыносимо жгучего протеста. Совершенно точно я не стану так глупо заканчивать свой путь. Если понадобится, войду в огонь или мороз, лишь бы вновь стать свободным. Все то время, что он находился в карване работорговцев, парень не терял надежды. Раз за разом он пытался развить собственную татуировку властителя. Веря в лучшее, молодой человек с упрямством продолжал практиковаться. Надо стараться, надо тренироваться, и тогда, возможно, появится шанс. Подойдя к краю вольера, Сонг прислонился спиной к решетке и посмотрел на руку. Ему не было дела до любопытных взглядов, проходящих мимо свободных людей. Парень закрыл глаза и попытался сосредоточиться на ощущениях. Представляя, как тоненькая струйка силы неспешно течет по направлению к его кисти, юноша почувствовал, как стремительно теряет силы. Минута вторая, и вот уже на его ладони появилось нечто осязаемое. Открыв глаза, Сонг с радостью отметил появление в руке полупрозрачного, точно сотканного из воздуха шарика. Секунда, и шарик с приглушенным хлопком лопнул, обдавлятся юноши потоком духовной энергии. «Все еще плохо», – резюмировал Сонг. «Никак не получилось добиться от духовного шара стабильной формы больше, чем на пару десятков секунд». «Ну, лучше, чем раньше», – утешил подошедший старик. «В любом случае, ошейник раба не позволит тебе нормально использовать духовную силу. Оставь эту идею. Я уже пожалел, что пошел на поводу, обучив тебя технике духовной тренировки». Это упражнение самого начального уровня Сонг узнал от старика не так давно. Применяя его, маленькие дети учились контролировать и познавать духовную энергию. Желание стать практиком боевых искусств все больше крепло внутри Сонга. Однако раз за разом, сталкиваясь с ограничениями как рабского ошейника, так и своей единственной полоски татуировки, юноша продвигался очень медленно. Когда Сонг практиковался в использовании духовной силы Гре, старший надсмотрщик наблюдал за ним, находясь на другой стороне вольера. От него не укрылось поведение юноши и то, что тот уже некоторое время практиковался в использовании своих способностей. Лицо надсмотрщика озарила кривая ухмылка. Очевидно, что он ждет не дождется окончания торгов, чтобы объяснить молодому рабу, почему невольникам запрещают практику боевых искусств. В этот момент к улыбающемуся Гре подошел представитель секты повелителя Сумерек. Его черное одеяние резко контрастировало с одеянием окружающих людей, одетых преимущественно в светлые одежды. Сегодня стояла довольно жаркая погода, но, похоже, жара нисколько не волновала представителя знаменитой секты. Подойдя к Гре, человек бесцветным голосом поинтересовался. Сколько за всех? Странный вопрос застал врасплох старшего надсмотрщика. Он не ожидал, что уважаемый человек обратит внимание на мусор вроде столь слабых рабов. Кхе-кхе! Закашлялся Гре, но через минуту сумел вернуть самообладание и ответил. Четыре средних камня развития, мастер! Держи! В руки удивленного надсмотрщика прилетел мешочек, в котором что-то ощутимо побрякивало. Заглянув внутрь, Гре насчитал целых пять средних камней развития. Невиданная щедрость! Мало того, неизвестный мастер даже не стал торговаться. От столь внушительного подарка надзиратель тут же засуетился, крайне быстро оформляя бумаги на покупку своих рабов. Взяв тяжелый духовный пергамент, он влил ощутимый кусок духовной силы в него, запечатлевая образ каждого раба и слепок энергии напротив каждого из начертанных имен. В конце Гре увеличил приток силы, формируя на свитке причудливую печать. Созданным пергаментом и печатью рабов выпустят из города вместе с представителем, купившим их. Стандартная процедура. Город темных звезд не желал, чтобы невольники сбегали, потому всегда строго относился к подобным вынужденным мерам и требовал неукоснительного их исполнения. Представитель секты спокойно подождал, пока Гре проделал все требуемые действия и по окончанию забрал свиток, направился к вольеру с купленными рабами. «Встать и следовать за мной!» Приказ человека в черном был лаконичен, а тон холоден. В его словах явственно слышалось добавление талики духовной силы, отчего все находящиеся в вольере почувствовали сильный озноб. Ошейники после произнесенной фразы тут же сжались вокруг горла, напомнив о том, что следует незамедлительно повиноваться приказам хозяина. По очереди рабы вышли из вольера, выстраиваясь в общую колонну. Сонг оказался где-то в середине вереницы невольников. Их новый хозяин молча махнул рукой, призывая следовать за ним, и уже не обращая внимания на подопечных, направился к выходу из торговых рядов. Колонна, не отставая, последовала за уходящим прочь человеком. Тем временем наблюдатели начали замечать увеличение покупок секты Повелителей Сумерек. С каждой минутой они покупали все больше и больше рабов, совершенно не заботясь об их качестве. Секты были куплены как достаточно сильные на уровне пяти, а то и шести полосок, так и слабые. Наблюдатели даже обнаружили десяток купленных воинов со сформированным рисунком. «Это невероятно! Скупить столько рабов! А сколько это будет в камнях развития? Невероятно! Это же больше десяти тысяч средних камней развития! Полугодовая прибыль клана!» Практик, наблюдающий за покупками секты, оказался шокирован сценой, разворачивающейся перед ним. Невероятные траты представителей Повелителей Сумерек просто не укладывались в его голове. «Успокойся! Думаю, для Повелителей Сумерек это тоже немалая сумма. Такое ощущение, что сегодня они полностью потратили свое состояние». В отличие от мужчины, Блу была куда спокойнее, хорошо понимая, что подобные траты поставили секту в очень неудобное положение. Если их план, каким бы он ни был, провалится, они точно потеряют статус одной из великих сил города темной звезды. «Госпожа Блу, вы, конечно же, правы!» – со вздохом сказал мужчина, после чего продолжил. «Нам следует доложить обо всем главе». Девушка согласно кимнула на реплику и без слов направилась, развернувшись в резиденцию своего клана. Мужчина в последний раз окинул взглядом невольничьи торговые ряды, наблюдая за множеством колонн рабов, идущих за черными силуэтами, и последовал за спутницей. Тем временем Сунг и остальные рабы продолжали идти в неизвестность за представителем секты Повелителя Сумерек. Они кое-как успевали за стремительной фигурой черного человека. Ноги Сунга постепенно начали деревенеть, и парень почувствовал, что вплотную приблизился к лимиту собственного тела. Однако проклятый ошейник заставлял передвигать ноги, не позволяя остановиться ни на секунду. Если молодой человек по какой-то причине начинал отставать, ошейник, чувствуя что-то, затягивался туже, грозя задушить своего обладателя. В итоге для Сунга это путешествие превратилось в сплошной кровавый туман, где его выносливость подстегивала чувство нависшей гибели. Наконец, через некоторое время, показавшееся для Сунга вечностью, группа прибыла на место. Ошейник ослабил хватку, и молодой человек обессиленно повалился на землю. Ноги мгновенно скрутила судорогой, татуировка властителя посылала в его тело раз за разом волны успокаивающей энергии. К сожалению, ее сил оказалось недостаточно. Сунг, несмотря на все свои попытки сопротивления, в очередной раз потерял сознание. Глава вторая Пробуждение оказалось крайне неприятным. В нос и рот Сунга набились пыли песок, мешая нормально дышать. Ха-ха-ха-ха, непроизвольно закашлялся юноша. Ха-ха-ха, гляди-ка, брат, он действительно очухался. Я был прав, достаточно просто пнуть в лицо песок, и он проснется. Кэл угромонись, прозвучал другой голос куда спокойнее первого. Брат, да ты просто не понимаешь. Посмотри на его татуировку, он же как маленький ребенок. «Интересно, способен ли этот неудачник сам себе потереть зад? Ха-ха-ха!» Где-то на краю сознания Сонг услышал издевательский смех. Один только этот смех вызывал в душе молодого человека ненависть. Отплевываясь от песка, парень хотел был рассмотреть своего обидчика, но сумел разглядеть только лишь смутные тени. «Эй, слабак, я еще ни разу не видел никого с одной полоской татуировки в твоем возрасте. Тебе хорошо жилось-то до этого. Наверное, сами боги оберегали тебя. Ха-ха!» Голос продолжал издевательски звучать над самым ухом. Сонг попытался ударить в место, где слышал смех, но в ответ его со всей силы огрели по уху. Голова мгновенно наполнилась гулом, а по шее потекла теплая кровь. «Отстань от него! У нас есть проблема куда серьезнее, чем этот бедолага», – послышался рядом строгий голос второго человека. В нем слышалась сила. Несомненно, его обладатель являлся сильным практиком боевых искусств. Спустя какое-то время, несмотря на гулые боли в голове, Сонг сумел очистить глаза от пыли и, наконец-то, смог осмотреться. Странно, но почему-то ошейник раба на шее сейчас бездействовал, позволяя в полной вере использовать силу татуировки для самовосстановления. Юноша находился в какой-то плохо освещенной пещере с низким потолком. Он различал вокруг себя много народу, по большей части сидящего поодиночке, хотя можно было заметить и небольшие группки по два-три человека. К сожалению, знакомых лиц среди окружающих он найти не смог. Видимо, пока юноша находился без сознания, его подселили к другой группе рабов. Сонг почувствовал ноющую боль, отдающую в ухо, тут же вспомнив причину ее появления. Пробежавшись взглядом по находившимся возле него людям, он почти сразу обнаружил своего обидчика. Это оказался довольно молодой парень, сидящий неподалеку со скрещенными ногами и руками. Его издевательская улыбка и прямой взгляд ясно говорили, что именно он был тем, кто совсем недавно ударил юношу. «Но что ты смотришь, неудачник?» – с гадкой ухмылкой спросил он, перехватив взгляд Сонга. Теперь уже окончательно пропали все подозрения. Это и был урод, что высыпал ему в лицо песок и нанес удар. На руке у молодого парня была отлично видна татуировка властителя в четыре полоски. Таких, как он, называли четвертым владыкой по числу созданных полос татуировки на руке. Весьма незаурядный талант для столь молодого раба. Рядом с наглым парнем, прислонившись к стене, сидел мужчина неопределенного возраста. Он с напряжением вглядывался куда-то в темноту, где виднелась железная решетчатая дверь из прочной стали. Сонг в полутьме не мог разобрать его татуировку, но подумал, что мужчина как минимум был пятым владыкой, а то и выше. «Куда это ты уставился? Тебя мой брат заинтересовал? Такой, как ты, даже взгляда моего брата не достоин. А ну прекрати пялиться!» Волна силы и негативной энергии хлынула от молодого четвертого владыки, и ее хватило, чтобы Сонг мгновенно почувствовал себя простым муравьем. Казалось, достаточно одного жеста, чтобы мгновенно убить его, настолько страшным было это давление. Сонг постарался вжаться как можно сильнее в землю и призвал всю свою незначительную силу первого владыки, чтобы максимально уменьшить тот урон, что несла за собой приближающаяся волна энергии. Удар силы оказался настолько мощным, что мгновенно исказил его зрение. Окружающий мир подернулся пеленой и начал постепенно выцветать. Сонг смог остаться в сознании исключительно благодаря своей силе воли, но окружающая действительность перестала интересовать его. Боль скрутила тело и волнами накатывала на него. «Проклятье, Кэл, что ты здесь устроил?» Гневный крик мужчины оказался последним, что услышал Сонг перед тем, как волны силы накрыли его с головой. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем духовная сила первого владыки начала ослаблять действия враждебной энергии, и молодой человек, наконец, смог сфокусироваться на окружении. Все это время, пока он боролся за болью, краем сознания он чувствовал что-то странное, что происходило в пещере. Несколько раз он ощущал, как его кто-то звал и пытался растормошить, но поделать с этим ничего не мог. Сейчас, когда он прекратил бороться с болью, Сонг попробовал отыскать того гада, что сотворил с ним это. Нахальный парень обнаружился все там же, только в отличие от себя прошлого, сейчас он сидел обняв колени и пустым невидящим взглядом пялился в одну точку. В его широко раскрытых глазах читался ужас. «Что произошло, пока я тут валялся в полуобмороке?» – подумал о задаче на Сонг. В помещении, где их держали, стало намного меньше рабов, даже тот сильный мужчина куда-то пропал. Поразмыслив над всей ситуацией, Сонг пришел к выводу, что, скорее всего, их хозяева что-то делают с рабами. Оставался вопрос, что именно, возможно, переселили в другое место, хотя тот факт, что все без исключения присутствующие здесь люди сейчас выглядели очень испуганно, говорил о том, что тут произошло и еще будет происходить что-то очень нехорошее. Кое-как приподнявшись, Сонг переполз к ближайшей стене. Опершись на нее и прикрыв глаза, он постарался стимулировать свою татуировку властителя. Хоть ее сила и была небольшой, она все же немного помогала в самоисцелении. Жаль, только оставшейся в ней энергии сохранилось уже не так много. Лишь только закрыв глаза и начав использовать силу, Сонг почувствовал волны успокаивающей энергии, прокатывающиеся по телу от татуировки. По ощущениям, исцеляющей энергии ему должно хватить еще и на то, чтобы поставить тело на ноги, а большего он и не хотел. Спустя довольно долгое количество времени в пещеру, занимаемую Сонгом и другими рабами, пришли. Два воина, облаченные в черные легкие доспехи и с закрытыми лицами, молча зашли в темницу и поочередно указали на нескольких рабов, в числе которых оказались и Сонг с наглым парнем. В тот самый момент, когда палец воина указал на испуганного Кэла, парень тут же забился в настоящей истерике. Подвывая и плача, он начал кричать, что имеет много денег и все их отдаст, лишь бы только они выбрали кого-то другого. На его измазанном грязью и соплями в перемешку со слезами лице отражался настоящий ужас. Он просто отказывался вставать и не позволял двум воинам подойти к себе то и дело, завывая словно зверь. Сонг с презрением посмотрел на корчащуюся в истерике молодого четвертого владыку, ведь не так давно он выглядел таким уверенным, запугивал всех, кто был слабее его, зато сейчас от страха даже не мог стоять на ногах. Через пару минут все это небольшое представление надоело воинам и они просто шикнули в сторону бьющегося в истерике парня. Сонг почувствовал от них сильное колыхание энергии, после чего молодого владыку тряхнуло с такой силой, что все услышали клацание его челюсти. Застыв на секунду, он словно кукла встал с земли и деревянным шагом направился в сторону выхода из пещеры. Сонг пораженно проследил за ним взглядом и, почувствовав на своей шее усиливающееся удушение, поспешил на выход вслед за ним. Выбравшись из пещеры камеры, где их держали, Сонг обнаружил, что оказался в еще большей пещере с искусственным сводчатым потолком, кто бы его ни делал, он потратил на это уйму времени. Тем временем, построив всех выведенных рабов в один ряд, воины повели вереницу людей через бесконечные ветвящиеся искусственные тоннели. Уже через 10 минут Сонг потерял возможность ориентироваться во всех этих темных поворотах и ответвлениях, но у него складывалось устойчивое ощущение, что они с каждым шагом спускались все ниже, так как окружающий воздух ощутимо потеплел, а дышать стало труднее. Через некоторое время их группа вошла в огромный искусственно построенный грот. На его потолке неизвестным мастерам было выгравировано множество рун, светящихся мягким голубым светом, и этого света вполне хватало, чтобы осветить всю невероятных размеров пещеру. Шагая вперед, Сонг попытался прочесть загадочные надписи, выведенные на потолке и стенах, однако к его глубокому сожалению, этого у него сделать не получилось. Такие руны ему были просто неизвестны. Как место, подобное такому, могло существовать в реальности? Без каких-то подпорок или колонн, колоссальный грот простирался на несколько километров вдаль, и везде, куда ни глянь, на стенах и потолке можно было заметить светящиеся руны неизвестного Сонгу алфавита, от одного взгляда на которые молодому человеку внутренне становилось не по себе. Впрочем, само существование пещеры оказалось наименее удивительным среди всего, что он увидел дальше. Вдалеке начал вырисовываться массивный дворец из черного точно смола камня. Его высота поражала любое воображение, он практически упирался в свод пещеры. Было хорошо видно, сколько сил затратили на постройку этого невероятного здания неизвестные люди или иные существа. Вещи, настолько впечатляющие сознание, никогда не делаются просто так. Это чья-то обитель или, возможно, тюрьма? Тут он терялся в догадках. Но об истинных размерах этого дворца Сонг получил понимание лишь только когда смог приблизиться к нему. Каждую колонну, украшающую фасад гигантского здания, не смогли бы обхватить и 30 человек. Мощные вратачьи и створки были сделаны из какого-то непонятного зеленоватого металла, на вид весили не одну сотню тонн. Высота врат не менее грандиозна. В них смело мог войти даже дракон, изображение которого красовалось на каждой из створок. Еще до того момента, как вереница рабов начала подходить ко дворцу, тяжелые врата дрогнули и начали неторопливо раскрываться перед ними. В абсолютной тишине пещеры медленно и величественно дворец распахивал свои двери всем пришедшим к нему людям. Сонгу отчего-то показалось, что те, кто сейчас населял дворец, не имели ничего общего со строителями и настоящими хозяевами этого места. Его уверенность строилась на каких-то внутренних ощущениях и догадках. Отчего-то он был уверен, создатели дворца и те люди, что присвоили его сейчас, были абсолютно разными силами. Открывшиеся массивные ворота позволили увидеть, что находилось внутри дворца. Огромный ярко освещенный зал с черным, как ночь, возвышением посередине. Вокруг стояло великое множество практиков разных рангов развития. Сонг видел лишь часть толпы, но, судя по его ощущениям, здесь собралось не меньше пары тысяч воинов. Все эти люди были одеты в одинаковую черную одежду и казались издалека шевелящейся массой червей. Молодой человек ясно чувствовал угрожающие взгляды со стороны этих странных людей, а в воздухе ощутимо веяло необычной, вязкой, будто с малосилой, от которой в душу начинал заползать удушливый страх. Другие рабы тут же начали беспокойно оглядываться по сторонам в попытках найти хоть какой-то выход из той ловушки, в которую их, судя по всему, вели. Сейчас уже ни у кого из них не осталось особых иллюзий по поводу скорого будущего, что их там ожидало. Куда бы они ни шли, ничего хорошего там с ними произойти не могло. Наглый парень, который до входа во дворец механически переставлял ноги, начал, по-видимому, приходить в себя, так как его стало колотить безудержная дрожь, но это не мешало ему уверенно идти дальше, находясь все еще под действием сил конвоирующих рабов, отчего его походка приобрела размашистую дерганность. Проведя рабов через врата, охранники направились в сторону возвышения. Толпа расступалась перед ними и тут же смыкалась за их спинами. Гнетущее давление с каждым новым шагом увеличивалось, и по мере приближения к возвышению рабы уже с трудом переставляли переставшие неимоверно тяжелыми ноги. Когда до него оставалось несколько десятков метров, Сунг взглядом отметил необычные ступени у черной конструкции. Они были острыми, будто кромка ножа, и, похоже, их вытесали из камня наподобие обсидиана. Сам камень, хоть и был темен, под ярким светом огромного зала немного отливал красным. Из-за все более усиливающегося напора силы, Сунг постепенно начал терять связь с окружающим миром и временем. Вот он подходит к ступеням, миг, и уже поднимается по ним. Еще один миг, и он стоит на вершине возвышения, осматривая зал и стройные ряды одетых в черное людей. Казалось, обрушившаяся на него тяжелая и липкая точно кровь энергия сейчас затопит его до самых краев, и он окончательно потеряет себя. Но в этот момент прилив странной силы вдруг оборвался, и Сунг почувствовал нескрываемое облегчение, будто целая гора свалилась с его плеч. Сунг почувствовал